Почему? Так как мы немного изменили лекции. Поскольку прошли по технике, мы вам обещали, чтобы учитать и приглашать лекции Александра Леонидовича Патерьевской, на бодость говорить, но у нас очень большая удача. Этот наш город на четыре дня приехал в чудесный лекарь лидического центра, и он приезжает в наш город или раз, либо два раза в север. И поэтому мы просто как бы хотели вам его предоставить, чтобы вы его послушали в это время. И я с большим удовольствием вам представляю Владимира Андреевича Халужева, который чувствует в жизни и освещает медической практике и воспитание детей. И решить под ваши аплодисменты, под ваши аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. Я бы хотел, чтобы вы сегодня с вами пообщались, в основном. Потому что я сегодня буквально с поезда, я сильно там прям когда особо не готовился, я могу бы рассказывать в своей практике каких-то интересных моментах, каких-то идеях, но все равно мне больше хотелось бы видеть ваши сердца или чувствовать ваши сердца, то, что вам интересно, что бы вы хотели узнать. И поэтому возможно, что у нас получится такой характер, я вам надеюсь, что бы вы с побольше активно участие в книге, ну и что бы мне тоже было более понятно, о чем говорить. Но так или иначе, мы будем все равно вокруг этой темы, вокруг воспитания детей обращаться, потому что это принцип вообще общества. Если этот принцип общества собрать из общества, то тогда это общество будет деградировать и никак иначе. Невозможно не воспитывая, не уделять должного внимания воспитанию, делать это должным образом и надеяться на то, что следующее поколение, они будут все больше и больше процветать на наших общественных. Можно с этим согласиться? Относительно. А вы же при Советском Союзе родились, воспитывались. Откуда у вас этические знания? А у вас общество не учило этого? А как бы вы это получили? Значит, получается, что... Тогда мы должны с вами договориться о том, что такое знание и что такое незнание. Что по вашему знанию? Это информация? Допустим, я сейчас какую-то информацию расскажу. Но знание подразумевает практику. То есть человек это делает. Если он этого не делает, например, все говорят, что курить вредно. И говорят, я знаю, не курят. Они знают или нет? Знают. Знают. Они знают, что вредно. Как раз они не знают. И вот это вот происходит здесь подмена. Знать или нет. Потому что я, к сожалению, не получил должного воспитания, которое мы сейчас имеем представление, которым я сейчас занимаюсь. То есть мне это делать сложнее. Во-первых. Во-вторых, мне заниматься практикой очень сложно. Потому что я не получил должного воспитания. Если бы я получил должного воспитания, это просто в разы, в десятки раз я был успешен в своей практике непосредственно. В этом разница. Что думаешь о ныне? Можно с этим согласиться? Вот когда я разбирал этимологию слова воспитание, то там есть приставка ВОЗ и питание. Корень. И корень происходит от древнего очень санскритского корня ПИТА, что обозначает тот, кто кормит. Или тот, кто дает пищу. В старославянском было такое слово «кормчий» или ПИТА, или ОТЕЦ, или на санскрите это ПИТА, это прям непосредственно предки. Переводят или тот, кто питает. ОТЕЦ же он ПИТАЕТ СИНЬЮ. Ну, по крайней мере, раньше так было. Все точно знали, что ОТЕЦ ПИТАЕТ СИНЬЮ. Сейчас, конечно, это под вопросом. Возможно, что это большие сомнения у современного общества ВОЗИ. Совершенно неважно, может быть, МАК ПИТАЕТ СИНЬЮ. Тут еще, может быть, наш дедушка с бабушкой. Раньше сто процентов это был ОТЕЦ, потому что он кормит. Это слово «воспитание». Мы разбирали гемологию этого слова. И это очень важно понять. То есть это то, что является чем-то необычайно важным. А приставка ВОЗ, она тоже имеет множество значений. А, например, одно из значений – это что-то восходящее. Или нечто повторяющее снова и снова. ВОЗ, ВОЗ, например, ВОССОЕДИНЕНИЕ. Обозначает, что когда-то было уже соединено, а потом снова воссоединили, то есть снова повторили. И также ВОЗПИТАНИЕ – это говорит о том, что это нечто уходящее вверх. Это некое питание, которое возвышает человека. То есть восхождение какое-то происходит. И в то же время ВОЗ – это повторяющее снова и снова. И то, без чего человек не может обойтись в корне – это значит питание. Потому что пить йог или пить чай – это все имеет один и тот же корень. То есть мы не можем без питья обойтись. И мы не можем обойтись без пищи. И поэтому я смело могу вам задать один такой вопрос, о котором вы можете немножко сейчас быстренько подумать и тоже ответить. Существует ли что-либо более важное в обществе людей как воспитание людей? Существует ли что-либо более важное в обществе людей? Да. Пожалуйста, что? Смело выдвигаем, если ошибиться мы не обнимемся, просто говорим, что для них все ставим в свою жизнь. Да или нет? Да. Я беру на себя смелость и утверждаю, что ничего. А как люди, подумайте, может быть, у вас есть какие-то идеи в обществе людей? Вот давайте. Ну, у каждого свои дела. Один любовь развивает для любви. Главное – любовь. Ему до воспитания и делов нет никакого. По святою тоже где-то в горах. Так, пока он его будет куда-то воспитывать, но это не надо, он не единица, он уже… Нет, я говорю, что не то, что мы его воспитывать должны, я говорю, если взять как принцип воспитания в обществе, например, вы сейчас сказали о любви, любовь в обществе – это же необычайно важно. Есть любовь в обществе или нет? Например, есть общество, в котором нет любви, а есть общество, в котором есть любовь. Все же согласятся, что это кардинально противоположные какие-то вещи и понятно в чью пользу. Конечно же, мы скажем, что там, где есть любовь – это очень важно, и что сам этот принцип любви – он необычайно важен. Но я говорю, что нет, что воспитание важнее, потому что человек никогда не обретет истинную любовь, если не получил должного воспитания. То есть о любви там не будет идти и речи. И мы можем сейчас посмотреть в обществе, что сейчас происходит. Если там лет 50 назад или 100, мы могли говорить действительно о какой-то любви, когда юноша с девушкой сходились, они всю жизнь проживали, они переживали какие-то трудности, проходили испытания, они оставались вместе. То есть сейчас это практически утрачено. Даже это смешно уже в обществе молодежи, что если ты с кем-то долго прожил, там 2-5 лет с одним и тем же – это смешно уже становится. То есть этот принцип, он утрачивается. То есть это говорит о том, что никакой любви сейчас нет. Да? Можно так сказать? Я это связываю с воспитанием, потому что нет должного воспитания. Если мы хотим возрождать это общество, мы должны думать о том, как правильно воспитывать детей или подрастающее поколение. Что еще важнее может быть в обществе? Какой принцип? Как еще и да. Это физические моменты, я говорю именно о таких нравственных, аморальных, принципах необходимых для общества. Какая-то комната может быть в том. Если вас даже молятся, вот, например, автоматически их дети тоже обудут. Да, и воспитывают. А без воспитания. Вообще-то отдельно. Например, у вас воспитание. Тоже правильное предложение, но мы тоже скажем. Дети в утра еще спят. А если человек с этапами своих 5 до 7 лет, например, дети спят. Вас как зовут? Владимир. Владимир, вот с вами будем начать в основном разговаривать. Ну, чтобы интереснее было, будем с Владимиром разговаривать. Ну, или кто-то из вас, если успеет инициативу схватить, то мы еще раз кем будем. Хорошо. Ну, тоже это понятно, да? То есть, если молитва, если ребенка не учитель, он не будет это делать как-то. Все равно он кого-то должен увидеть, услышать. Потому что воспитание в основном пример. Это не какие-то нравоучения, это в основном пример. Вот, я сейчас начну кое-что изображать здесь. То есть, какие-то принципы, о которых мы сегодня поговорим. Направление. И потом мы начнем уже. Так, это вот наш сегодняшний лет. Самое первое. Нет, давайте все-таки еще я уточню один момент. Эта тема интересна для вас? Конечно. А зачем вы пришли сюда? Да. Вы знали эту тему, поэтому пришли. Значит, интересно. Вы знали эту тему, пришли. Я согласен с вами, ничего не могу возразить. Значит, интересно. А воспитание детей или воспитание и взрослых? Ну как же. Вот закладывается. Возвращение. Возвращение тоже продолжает быть. Давайте чуть подхозже я расскажу в процессе. Про детей, про взрослых. Чем они отличаются? В плане воспитания, как тема будет. Хорошо? Я думаю, это все, а вы про взрослых детей. Я скажу об этом, скажу чуть позже. Это будет тема. Да, нормально что-то. Так. Хорошо. Значит, это интересно. А зачем вам это? Тогда докажите мне теперь. У вас у всех дети? У нас у всех дети. Внуки. Да. Понял. А взрослые дети, они все равно дети? Пытаемся. 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 Ладно, давайте все равно. Я тогда начну с этого момента. Или какие-то вот эти вещи, которые сейчас вышли, мы уже там постараемся туда внедрить в этот процесс. Значит, самый первый такой момент, который я хочу обозначить, это дети в центре. Дети должны быть в центре? Нет. Нет. Все же лучше и детям. Вы меня в хорошем смысле слова разочаровываете. Потому что обычно в аудиториях говорят «да-да-да», а вы тут в Омске у вас какая-то аудитория подготовлены. Что даже интрига заканчивается, поэтому остаемся только банально и у меня продолжать. Добрый вечер. Но мы должны, тем не менее, в этом утвердиться. А вы мне должны доказать, раз вы говорите так. Не знаю, может кто-то просто скрыл и не высказался, что нет, все-таки дети же в центре нужно быть. Вот хотя бы уходить. Центре внимания другой. Центре чего? Ну, как субъект? Давайте я напишу внимание. Ну нормально. Центре внимания кого? Взрослых? Общество. Или родители? Взрослых, может быть, общество одно и то же. А сейчас как? Они в центре или нет? А что значит в центре? Вот все лучшее детям, да? Вот это известный такой постулат. Все лучшее детям. Там, допустим, добавляется и женщинам в первую очередь. Правильно же? Ну неужели вы с этим будете тоже не согласны? Так, все. Аудитория задумалась. Ну, аудитория задумалась. Ну, аудитория задумалась. А хотите теплево? Ну, аудитория задумалась. Ну, аудитория задумалась. Ну, аудитория задумалась. Нет, все лучшее детям. То есть, ребенок у нас, допустим, мы семья. Представим себе, что я папа или мама, допустим, каждый из вас. И у нас есть ребенок. И он должен быть в центре. То есть, мы сейчас на него, в принципе, сейчас работаем, мы думаем о нем. Потому что у нас родился ребенок, мы должны его воспитывать. И он у нас в центре. Вот и что предлагаем. У каждого человека у родителей в начале должен быть любым. Вот это по-моему. Потом? Мой муж. Если буду я с мужем, если у меня будет прекрасно с ним отношения и родные отношения, и дети. Они будут царить мой предмет, а я живу. На третьем месте вы слышали у вас, да? Да. В общем, где-то. Это ваша позиция. Это моя позиция. Очень хорошо. Замечательно. Какие-то еще были дополнения? Кто-то говорил, что если женщина, что кого-то она выбрать, ну, не в младенчестве качестве, а мужа или, ну, как у подзрослевших детей, то лично надо выбирать мужа, чтобы детей уйдут. Какое-то они уйдут. То есть, предложение поступило, что да, опять же, что муж впереди должен быть детей, потому что дети в свое время уйдут. Это объяснение. А с мужем мы останемся. Логично полностью. Согласен на то же самое, да, что дети позже на них. Ну, как вот на практике происходит? Допустим, мы садимся, мы собрались с родственниками за столом, садимся, и дети тут тоже бегают. Мы же хотим вперед им наложить. Правильно? Это неправильно. Это неправильно. А происходит это не? Нет. Неправильно. Не происходит. Я сначала всегда подавалась своему мужу, предлагала им, а потом уже, пожалуйста, постаршествую. Видите, вы из экстракратичных семей, вы понимаете вот эти древнейшие традиции, которые до сих пор вы сохраняете. Мой род произошел, так сказать, древний вот здесь, в Сибири. И я, так у нас было заведено в нашем роду, и я продолжала традицию своих предков. Вот. Вы сохраняете эту традицию. А как ваши дети по отношению к вашим мужам, например, так же на себя ведут? Ну, как они ведут? Ну, а все не ведут. Это сложнее. Это сложнее. Вот сложнее. Вот об этом мы в основном говорим. Потому что, видите, вы уже в годах, и вы уже такие, то есть, от полной мудрости люди, и у вас еще, может быть, эти традиции сохранятся. Но мы сейчас посмотрим, что происходит. Это, по крайней мере, не всегда. Вот, например, у меня в семье такого не было особо. Хотя иногда говорили, наверное, парень надо вперед. Но особо нет, потому что все равно детям, как там, давайте все-таки ребятишкам быстренько и лучше. Да, сейчас детей покормим, они уйдут бегать будут. Ну вот, тем более. Вот смотрите, это какой-то момент принятия пищи. И так вот везде, в каких-то мелочах мы думаем о том, что все-таки самое лучшее мы должны все-таки для детей. Потому что это наша кровинушка, это наша частичка какая-то. Это то, кто наиболее дорог нам. И с позиции сентиментов это так и есть. То есть, если люди находятся на позиции сентиментов. Но если мы перейдем на позицию разума, или на позицию знания, то это преступно. Потому что, таким образом, если дети в центре нашего внимания, то есть, вокруг них сосредоточено все в семье, и все лучшее им, и все внимание им больше всего, и там даже, когда мы садимся кушать, им надо вперед наложить, и чтобы они были сыты. И все остальное, все, что с этим связано, то это, ну, полностью разрушает качество этой личности. Потому что ребенок начинает сразу же эксплуатировать своих родителей. И потом родители от этого очень большое беспокойство приходят чуть позже. А иногда бывает даже так, что они не могут ничего уже сделать с тем, что на них просто никакого внимания не обращают их чуть повзрослевшие дети. Или, допустим, они теряют авторитет для своих детей. Вот смотрите, какой парадокс. Несмотря на то, что мы из хороших побуждений, допустим, хотим все для моего малыша, моего ребеночка, моего любимого кровинушки, моего все сделать, это говорит о том, что я тут же теряю в его глазах авторитет, он будет мною управлять и манипулировать, эксплуатировать меня, и он не будет развиваться на отношении настоящих. Это значит, что мы даем им возможность удовлетворять свои чувства всеми способами. То есть, вот что ты хочешь, давай тебе это, давай тебе это, лучшие игрушки, лучшие то, что ты поел, лучшую одежду, как у других, мы смотрим, чтобы он был не хуже каких-то там одноклассников и так далее, там соседей, друзей. Очень много составляющих, но самая основная суть это вот, что ребенок в центре нашего внимания. И вот как было сказано, что хочется этого, чтобы так было, потому что это чувство. Да, потому что это чувство. И если мы основываем воспитание на наших эмоциях и чувствах, то вот это провал. То есть там ничего не воспитается. Как своего Макаренко, есть такая цитата одна, которую он говорит. Если вы не приучили ребенка, ну там он про мальчика говорит, ну в общем, в общем, должно не сказать. Вновь и вновь проходить трудности и преодолевать длительные трудности, то я имею право сказать, что вы ничего не воспитали. что помогли. Вот. Поэтому удовлетворение чувств ребенка и трудности, в одном случае, а в другом трудности, преодоление трудностей, можно вот это и вот это совмещать. Это будет идеально тогда. Но в основе должно быть вот это. В ведах есть такая мудрость, в которой говорится, что чем более аскетичную жизнь провел человек в своем детстве, тем более счастлива его старость. И наоборот, чем больше он наслаждался в детстве и юности, тем больше трагична, болезненная, неудачливая, одинокая и так далее старость. Прямо можете подумать какие-то примеры. Может быть даже свой пример из тех, кого вы знаете. Вот. Это напрямую связано. Поэтому, по идее, задача родителей должна состоять в том, чтобы их дети, они жили преодолевая трудности. Чтобы они учились послушанию, чтобы они обязательно находились в дисциплине, чтобы они учились почитать старших. Ибо за счет этого, если этого не происходит, они сокращают в себе жизнь просто. А если мы не учим их к этому, они это делают. То есть они от нас зависят. И в этом вечном конфликте отцов и детей также, несомненно, повинны кто? Отцы. Ну, то есть взрослые. Потому что это то, что мы им даем, детям. Это то, что мы для них организовываем. То есть то, что сейчас происходит в обществе, когда этот принцип воспитания полностью, на мой взгляд, утрачен в современном обществе, я не скажу, что на 100%, потому что есть все равно кое-где сохраняются эти вещи, эти какие-то правила, эти предписания, эти традиции, но в подавляющем процентном соотношении в обществе этого принципа нет. Потому что там совершенно другое. Сейчас в обществе самое основное это удовлетворять чувства. То есть надо зарабатывать деньги и удовлетворять чувства. Это основной принцип. Сейчас что люди делают, для чего они живут? Надо же больше денег заработать. Зачем? Чтобы потом вот все у меня было, чтобы мы как-то могли удовлетворять свои чувства, своих близких и все остальное. Вот это основной сейчас принцип. Если раньше, допустим, это было строительство коммунизма, или развитого социализма, то сейчас этого нет. То есть как таковой идеологии нет. Потому что остается? Нам остается сейчас зарабатывать деньги. Ну или если, может быть, это не так в каких-то случаях, то тогда удовлетворять свои чувства. Например, человек начинает заниматься очень чрезмерно своим здоровьем, он начинает там какие-то по холоду, там туризм какой-то, но там тоже опять же деньги нужны для этого. Ну или может быть незначительные какие-то, если это не слишком, все это шикарно. Поэтому вот такая вот сейчас ситуация. Итак, мы говорим о том, что взрослые, задача основная взрослых, которая связана с воспитанием детей, состоит в том, чтобы они создавали, то есть они должным образом должны организовать жизнь ребенка. Для того, чтобы там ребенок преодолевал определенные трудности. Вот в этих трудностях я все прямо запишу. Как я уже перечислил, это послушание. Слушаются ли дети современные? Это дисциплина. Это развитие качеств. Личность. Вот эти вещи, они здесь сходятся в преодолении трудностей. И это нужно организовать, и это сложно. А почему сложно, или почему родители этого взрослого не делают, как вы считаете? Сами не умные, сами еще не дошли до этого. Допустим, кто-то знает. Театт, жалко детишек. Ну да, лучше же все ему дать. И тогда он улыбается, скажет, так, сегодня расписание такового, здесь строго, все тут это это. Он может напориться, например, да? Это же проще все давать. А он в ответ улыбается и радуется. Так здорово вообще. Вот в этом подмена состоит, и зачастую люди на этом, конечно, живут. И они так и поступают. Может быть, даже хотя они немножко догадываются о том, что это не совсем верно, но чувства и крикут, и они делают это. Еще один момент есть, который вы не назвали, это то, что далеко не каждому взрослому у него есть просто такая возможность организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы он был, ну, чтобы вот эти трудности у него присутствовали в его жизни. Вот в раннешние времена, например, я знакомился с... Были педагоги при дворе в России, при дворе Екатерины, воспитатели, педагоги, и там у них разные интересные принципы были. Они прямо создавали вот эти трудности разные для детей. Прямо это было мероприятие прямо такие, что они создавали, и они должны были их преодолевать. И в этот момент они закалялись, в этот момент они развивались. Или, например, у них было также запланировано путешествие. То есть очень важно, чтобы дети примерно с 5 до 15 лет, чтобы они как можно больше путешествовали, познавая этот мир, то есть расширяя кругозор свой. Обычно в детстве, почему дети не путешествуют? Потому что они учатся в школе. А если, допустим, летом они не учатся, тогда родители, может быть, их отдают в какой-нибудь лагере, может быть, или даже с ними они, например, куда-нибудь съездят, путешествуют. Может быть, это в лучшем случае месяц или два в году. Но это должно быть гораздо больше, и то в одно место какое-нибудь. Допустим, мы приехали, отдохнули, уехали куда-нибудь на море или еще куда-нибудь. Также путешествовать очень важно в этот период. И поэтому, когда в свое время дети не получают этого видения мира с 5 до 15 лет, то потом они начинают вот с родственного возраста путешествовать. А это гораздо сложнее, потому что все равно они хотят реализовать этот принцип познания и видения мира. Было у вас такое в жизни? Что вы хотите увидеть уже, куда-то вот съездить. А время нет, потому что уже семья, или потому что там деньги, или почему-то еще, еще и что. И поэтому мы что-то стараемся, мы все равно находим такие возможности. В конце концов, но они ничтожны по сравнению с тем, что с 5 до 15 лет можно было вообще очень много путешествовать. Кто будет заниматься с детьми и путешествовать? То есть организационная составляющая, она хромает, мы видим, что очень сложно это сделать. Второе, то что вы сказали тоже правильно, еще один момент состоит в том, что зачастую этого таланта педагогического у родителей просто нет. Потому что это педагогический талант и не просто что. Есть такое огромное заблуждение, которое сравнивает также с заблуждением Махархарати, когда величайший Махарадж Юткишкира спросил о том, у него спросили, там одна личность у него спросила, что самое удивительное в этом мире. Он сказал, что самое удивительное в этом мире, то это был правильный ответ. Он, если правильный ответ давал, то он оставался в живых. И он дал правильный ответ, он сказал, что самое удивительное в этом мире? Самое удивительное это то, что все люди видят, что все вокруг умирают. Ну все умирают, там папа умер, там бабушки, там мои предки, все умерли, я вижу об этом. Но это не производит за человека никакого впечатления. То есть они по-прежнему ничего в своей жизни не меняют, то есть они не задумываются о смысле жизни, хотя видишь, что все умирают. То есть это значит, и со мной же это произойдет, значит, я должен сейчас, у меня еще время, до смерти я могу еще задумываться, что же со мной будет. Это отсутствие разума. И тем не менее люди, даже видя это, имея свой опыт, видя, что все умирают, все до него умерли. И прямо мои уже какие-то близкие умирают, я взрослею, я уже вижу в смерти каких-то своих друзей, которые даже не старше, а может даже младше. И тем не менее я ничего не меняю в своей жизни. Вот это самое удивительное. Так вот точно такой же параллель проводится с еще одним самым удивительным. Еще одно самое удивительное состоит в том, что каждый родитель, родивший ребенка, считает себя всемирным экспертом по его воспитанию. И он никому не доверит его. Он скажет, я лучший его воспитатель. Так это или нет? Не так. К счастью, это не всегда так, но в основном это очень часто отличается. Это внутренняя позиция родителя, который родил. То есть я родил, значит я наилучший эксперт в его воспитании. Но к счастью, я вам еще раз скажу, что я уже встречаю, но это меня очень сильно вдохновляет и радует, впечатляет, что я встречаю таких родителей, которые говорят, например, я вообще не имею представления, что с ним делать. И это очень хорошая позиция. Потому что если человек отдает себе в этом отчет, и он говорит, что я не эксперт вообще, я не умею его воспитывать, я не знаю, что с ним делать. Но я могу, конечно, его кормить. Я могу, конечно, его одевать, могу проводить в школу, но я не знаю, что с ним делать в плане воспитания. То есть что с ним делать? Чтобы он правильно развивался, чтобы эта личность действительно раскрывалась. Потому что нужно оттуда вытащить личность и раскрыть ее. Причем это само собой даже произойдет, если правильно сказать. Нужно помогать просто этой личности, чтобы все раскрывалось каким-то образом. И это нужно очень тонкий педагогический талант для этого. Ну хотя бы какой-то. Если родитель понимает это, то это очень хорошо. Скорее всего, что он будет искать такие возможности для того, чтобы для своего ребенка так устроить, чтобы он был пристроен к какому-то такому учителю, который был именно действительно педагог, действительно развивал его как личность, подходил к нему как личность, видел его качество, развивал и так далее. Чтобы в будущем он создал такой стержень в эти годы воспитания, чтобы потом в будущем у него была жизнь, у него была успешна. Давайте на этом я остановлюсь и может быть у вас какие-то вопросы появились. Поэтому к первому принципу, о котором я сейчас говорю, на ребенок в ЦАНДЕР. Для этого нужно понять, почему он не слушается. Чтобы понять, как приявить ему послушание, если он не слушается, нужно понять, по какой причине. А причина, она очень очевидна и известна. Вот скажите мне, что за причина? Ну вот, допустим, он не хочет делать уроки. Для того, чтобы нам в средстве не делать уроки, приходится применять определенные меры. Я знаю, что он их не хочет делать. И мне интересны. Сколько лет ребенок? Восемь. Мальчик. Мальчик девочек. Мальчик восемь лет. Уроки делать не хочет? Он хочет. Но я знаю, что да, он может там пойти молоток даже взять, сбить даже пункт. Это он может. Но у меня, конечно, я понимаю, что это хорошо. Он все там освещает. Вот подождите, подождите секундочку. Давайте мы с вами, чтобы разобраться вот в этом вопросе, нужно вот сейчас что-то вот разграничить. Нужно вот вначале подетально разбираться. Поэтому я буду задавать вопросы, как на допросе. Согласны? Скажите, я только связана с уроками или это связано вообще по жизни? Только с уроками. Как его зовут, мальчик? Данечка. Данечка, иди, пожалуйста, вынеси мусор. Не пойду. Нет, пойдет. Пойдет. Данечка, принеси мне, пожалуйста, вот это вот и сделай для меня вот это. Пойдет. Все. То есть он послушный во всех отношениях, но только не с уроками? Да. Ну это разве не послушный? Да, послушный. Ну вот, это вся самая главная, первый-вторый класс. Какие отношения у него с учителем в школе? Может он не кучку, врачи-то одинаковые. Мы их поменяли. Может он не кучку. Я вам сейчас скажу про учебу. Коллеги мои сказали об этом. Значит, дети наши учатся в современной системе образования. Вам нравится эта система образования? Нет. А вы хотите, чтобы детям ваша нравилась? Идея – это ответ на ваш вопрос. А куда деваться? Ну это другой совершенно вопрос. Находить контакт с учителем. Что сделать в современной системе образования? Вот почему. Каждому человеку необычайно хочется учиться. Мы учимся даже уже в зрелом возрасте. Мы учимся уже в старшем возрасте, даже в зрелом до сих пор. Потому что это потенция наша. Потенциал вот этого, что мы хотим учиться, он у нас всегда остается. Это наша составляющая. Это неотъемлемая часть души. Это аспект знаний. Мы всегда хотим знаний. Мы всегда хотим учиться. А дети еще больше, чем взрослые хотят учиться. Потому что они исследуют этот мир. Потому что мы с этим миром более-менее уже разобрались. Хотя бы в какой-то степени. Ну так, более-менее сориентировались. А они еще вообще не сориентированы. Поэтому они очень сильно хотят учиться. Просто поверьте мне, хотя это и теория правильная. Но это еще и мой опыт личный. Потому что я знаю, что те дети, которые к нам, например, пришли, они сказали, мама привела, допустим, вот даже в этом году. Вот Сереженька, ну только вот одно сразу же скажу вам. Учиться не любит вообще. Математику вообще не переносит. Вот это не любит, это вот учиться. Вот это у меня слабо. Он еле-еле в школе на тройке, ему 11 лет. Вот сейчас я ни разу этого подтверждения не увидел, с тех пор, как он учится в нашей школе. Он очень сильно хочет учиться. Поэтому дело это не в том, что ребенок не хочет учиться, а как это и что, и чему учиться. Вот это нужно, вот в этом нужно разбираться. Поэтому становитесь лидером. Это мой совет вам. И не идите на поводу у этого общества. А поймите, что вам нужно сделать без своего ребенка. Как бы не то, что у общества даже, а у этих принципов, которые в этом обществе сейчас есть. То есть если вы не являетесь лидером, вы будете водить туда своего ребенка, туда, куда, ну вот рядом школа, ну или там может поискали даже какую-то школу. И отдали его в эту систему, и вы будете отдавать туда, он будет ходить, и он там будет получать очень отвратительный опыт. И он там будет учиться очень хорошим, в кавычках, качеством. Например, мошенничать, например, обманывать, например, хитрить. Например, не уважать старших, не уважать учителей. Просто потому, что это система такая. А вы его туда привели в эту систему. Потому что вы не знали, что делать. Я поэтому вас призываю, вы станете лидером. Лидер это тот, кто, он понимает, что сделать. То есть он не будет идти на поводу общества. Лидер это личность, он самодостаточен. Как бы общество, по идее, делает заказ лидер, а не лидер делает заказ общества. Лидер не зависит от общества. Это общество зависит от лидера. Но это маленькая другая тема, может быть она сложна сейчас. Но, по крайней мере, ответ такой, что вы должны решить этот вопрос. Данечка не решит этот вопрос, это точно. Он не сможет это сделать. Это могут сделать его родители только. Ну, это понятно, да? Поэтому это ваша ответственность. Если вы имеете эти представления какие-то, если вы понимаете какие-то моменты, то вот, можно что-то сделать. Вы можете сказать, что нечего делать. Скажете так? Безвыходная ситуация? Ну, подумайте над этим, по крайней мере. Как же преодоление трудности? Я первое, он не хочет учиться, его заставляет. Но преодоление трудности, как вы написали. Ну, конечно. Мне нравится, как я считаю. Очень хорошая интрига, сейчас мы разберемся. Спасибо. Спасибо. Ну, вот у нас... А вот люди сказали, что... Никита. Никита, вот давай. Люди сказали, что им нравится образование, а вот о чем он нравится? Современное образование. Не образование, а так как ее преподавали. Нет, нет. Система. Я говорю, система. Система преподавания. Система, я могу сказать об этом. Ну, то есть давайте сейчас. Не знаю, может вам нравится, я не утверждаю. Я не настаиваю на этом. Я говорю свои понимания за слово. Например, если я учитель, давай ты будешь учитель. Иди сюда. Вот смотри. Вот эта вот часть аудитории, это твой класс. Вот эта вот часть. Это не трогаешь, мы слишком много. Вот эта часть аудитории твой класс. И ты должен научить и за 45 минут чем-то. Я буду спрашивать, ну, я сначала расскажу что-то, а потом буду спрашивать о отдельных личностях. Ну вот, Никита, мне кажется, что времени тебе не хватит, 45 минут. Нет, не хватит. И все, и они уйдут, уже уйдут не на твой предмет. А к тебе второй раз придут, может быть, еще раз в неделю. Ну, допустим, два или три раза в неделю они приходят. Чему ты их научишь? Ну, тогда я им что-то расскажу, чтобы они сделали сами. Ну, а потом буду сам проверять свое расстояние. Ну, молодец. Я тоже рассказать не могу. Смотрите, если совсем упростить этот момент, то мы сейчас говорим о том, что если ты индивидуально, например, с кем-то будешь заниматься, то это будет гораздо эффективнее. Или будет у тебя, допустим, человек 5, с кем ты учишься. Это будет гораздо эффективнее, чем, допустим, класс из 30 человек. А почему такие большие классы? Потому что... А, что? Чего? А, что? Ну, допустим, мало школ или мало педагогов. Мало денег. Мало денег. Мало денег. Ну, то есть мы не можем, мы не справляемся, мы не можем каждым 5 человеком подставить по учителю. Поэтому у нас какие-то более большие классы и так далее. Какая-то система такая. Вот ты стал говорить о принципе неком, то есть о своем какой-то методе. Но все ли будут пользоваться таким? Потому что есть замечательные учителя в этой системе, которым детям нравится, как они преподают. Им нравится, и они любят этот предмет. Хотя никогда бы не любили его, но если какой-то педагог появляется, преподаватель, который интересно его раскрывает, то и дети сидят с открытыми ртами и слушают, то замечательно все. Это второй момент. Это то, что нет талантливых на самом деле педагогов и даже преподавателей. Это разные вещи. Педагог-педагог-пеподаватель, хотя они могут быть в одном лице. Сейчас я закончу с Никитой. Второй момент, да? Это система. И поэтому вот сама система, ее нужно трансформировать. Даже если какие-то предметы, которые сейчас очень часто говорится о том, что вот этот предмет вообще непонятно зачем он нужен. Можно с этим согласиться? Да. Это тоже. Это тоже недостаток системы. Потому что зачем мы будем всем впихивать английский? Вот он очень важен, он международный. Кто-то им никогда не воспользуется. Он будет налаживать карбюраторы всю свою жизнь, например, и не нужен он будет. Никогда. Ну даётся выбор. Сейчас выбор даётся? Никому. 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 Если ты учишь английский, то ты все равно, у тебя будет выбор. Ты можешь, после окончания школы, ты можешь выбрать психику по своему усмотрению. Но это ладно английский. Это как-то более такой распространенный предмет. Если мы поговорим о химии, любимой всеми. Этифика. 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 Какие-то специфические предметы, которые можно делать в роде человека. Ему приходится это делать. Это тоже ущерба. Хотя есть такие новаторские школы, опять же в этой же системе. Но это не распространено. Когда детям даётся действительно на выбор. И без армана. Прям на выбор, что они выбирают, то есть и улучшат. Интересный опыт. Сейчас может быть есть какие-то такие подвижки. Но мы говорим о той системе, которая есть сейчас. Ну вот такие вот вещи. Можно ещё об этом говорить что-то. Хорошо? Пока что. Пожалуйста. Виталий. По раздельному образованию Бураша затронут воленчиками. Ну это то же самое как раз вот сюда. Тоже относительно системы образования. Потому что испокон веков это была раздельная система образования. Всегда мальчики и девочки они раздельно учились. Сейчас этого нет. Вот смотрите, я просто такой более свежий пример приведу. Относительно нашей страны. Потому что на западе в элитных школах до сих пор раздельное образование. Но там учатся знаете кто? Дети богаты. Дети богаты. Скажем так. Подсказывают здесь. Допустим. То есть какая-то элита небольшая. Вот. Но в основном все. Они всё это смешано. То есть это общая масса людей. Это всё смешано. Это люди метро. Они учатся так. Это люди элит. Они учатся так. А это люди обычные. Они учатся вот так. Вот. Если взять Советский Союз. Вернее Россию. То в России это образование было раздельно. Всегда. Потом. Когда пришла советская власть. И там же одна из идей была, что все равны. Вот. И это стало распространяться. Потом это везде так же в мире стало распространяться. Может быть не то, что это они придумали. Допустим большевики. Когда они к власти пришли. Может быть они. Я не знаю. Даже не прослеживал этот момент. Вот. Но это как раз состоялось именно тогда. И однажды. После войны. Вот какой год. Я не помню. Это было послевоенные годы. Сталин умер пятьдесят третий. Вот. И вот до этого времени. Вот какое-то вот там несколько лет. Опять вернули раздельное образование. Вот может кто-то помнит. Родители рассказывали. Несколько лет это было. Да. Потому что какое-то определенное соображение пришло. И Сталин это утвердил. А потом после его смерти опять это. Ну не знаю кто виноват. И не будем сейчас в это вникать. Это политика. Дело не в этом. Дело в том, что это было. И это даже возвращалось. Потому что это правильно. А правильно это логично. Просто по одной простой причине. Это можно две причины назвать. Или три. Но основная одна причина. Потому что нет никакого равенства. Равенство душ может быть. Равенство личности. Но если живое существо получает женское тело, то это одна обусловленность. Если мужское, то другая совершенно обусловленность. Их нужно совершенно по-разному учить. Что нужно одному, совершенно не нужно другому. И так далее. Как их можно объединить и вместе учить. Это говорит о том, что там нет никакого развития качества и воспитания. Там есть просто какая-то втихивание информации. Это конечно их всех можно собрать. Но. Даже в этом случае они гораздо хуже эту информацию будут воспринимать. Потому что мальчику хочется посмотреть на девочку. А девочке хочется на мальчика. И там другая совершенно идея уже в классе. Там идея не то, что они проникают в эту информацию. А другая совершенно не то. Поэтому это очень важно. То, о чем вы сказали. И безусловно так и есть. Я в этом очень глубоко убежден. Есть такой опыт. И если мы возьмем в прошлое время, то это всегда так было. Сейчас так нет. И мы не видим то, что что-то лучше стало в этом плане. Нормально? Так. Разиво. А у меня тут мальчик спрашивает у нас. А что в школе нельзя даже дружить с девочками? Семь лет можно. Семь лет можно. Семь лет можно. Вопрос у детей в центре внимания. В смысле до какого-то периода им все равно в центре внимания? То есть пока ребенок родился, пока он еще, так скажем, не способен. Семь лет внимание. До какого примерно возраста? Семь лет внимание. То есть есть такой подход, что до пяти лет ребенка нужно баловать. Опять же до какого момента нужно баловать? То есть тоже такая тонкая грань. Вот воспитание происходит от нуля до двадцати пяти лет. Это идеал, о котором говорится в дедах. Сейчас может быть плюс-минус, там какие-то несоответствия, сейчас эпоха другая и так далее. Но в конце концов, из моего наблюдения, что все так все равно остается. Вот в этот период происходит воспитание. Вот до этого срока, до этого возрастного отрезка, до пятнадцати лет. Ну может быть шестнадцать, семнадцать лет. Вы не можете уже воспитывать шестнадцать, семнадцатилетних. Это сейчас мы пришли к тому вопросу, который мы вот поднимали. Поскольку естественным образом, давайте сейчас об этом поговорим. Вы не можете воспитывать своих взрослых детей? Я вам заявляю. А выплаты стоит? Вы согласны? Ну не соглашайтесь. Ну или соглашаемся. Я вам скажу, что вы будете воспитывать друг друга только в том случае, если ваша жена с этим согласна, что вы ее будете воспитывать. И вы согласны, что она вас будет учить. Даже если не согласны, мы все равно спорим, мы все равно обнимаемся. А со временем рако, а то, что правильно говорили, со временем где-то. Все равно это что, воспитание? Нет, это само воспитание. Я сейчас поясню. Значит, вот этот период, определенное воспитание, ну это все равно, конечно, воспитание, но как таковым его воспитанием даже назвать нельзя. Это не будем сейчас даже говорить, я не буду, чтобы не углубляться, не отвлекаться. Он уже как раз по этому периоду интересует больше всего. Я сейчас скажу об этом, потому что вас интересует. Основной воспитательный период с 5 до 15 лет. После этого плодом воспитания, то есть вот это вот, это было воспитание с 5 до 15 лет, плод этого воспитания, это само воспитание. Никакой ребенок уже, какие-то взрослые люди, они не будут никогда. Когда мужчина, его эго таково, что когда женщина ему делает замечание, он знает, что он правильно все равно не согласится. Конечно, внутри он может работать на собой, думает, да, это правильно, но он не согласится именно за свое эго. Но это один из моментов просто. Но если у него развито само воспитание, то он может это принять. Хотя его эго будет против. Почему у женщины не указывают? Это эго мужчины, я имею в виду. Когда мужчина на 17 лет, он переходит на самовоспитание. Если самовоспитания нет, то это значит, что воспитания не было. А там же армию было, 18-го лет. Там такое воспитание... Нет, подождите, подождите, я вам сейчас до конца уже скажу, чтобы не было каких-то сомнений. Это я говорил об отношениях между людьми. Но просто дело в том, что здесь, если человек неправильно воспитался и нет самовоспитания, то тогда происходит воспитание в жизни. Но это не добровольно. Та же армия, ваши какие-то разборки и все такое. Это не то, что вы приготовили, сейчас вы будете самовоспитываться. Вы начинаете это делать, вы начинаете учиться. А это просто происходит под давлением. Если у вас по судьбе что-то суждено, вы должны по судьбе что-то понять. У вас будут просто прессовать звезды, гуны, все станет определенным образом, судьба так развернется. И просто вас будут носом тыкать и тыкать во что-то, потому что вы по судьбе должны что-то понять. Поэтому, по идее, если в глобальном масштабе взять, то, конечно, мы всегда воспитываемся, мы всегда как-то растем. Мы всегда, может быть, даже деградируя, мы что-то как-то что-то понимаем и так далее. То есть этот процесс, конечно же, идет, но если говорить строго об этом, что это не насильно происходит, а именно с радостью. Вот в этом возрасте, с радостью, воспитанием. Если мы говорим воспитание и сразу же боимся, например, особенно когда мы дети, воспитание это что-то такое страшное, что сейчас мне как-то будет что-то так рисовать, как-то нагнетать, что-то будет давать мне то, что я не хотел бы получать. На самом деле это радостный процесс для детей. И потом они естественным образом переходят к самовоспитанию и тоже радостным образом это занимаются. Но если этого в обществе нет, это говорит о том, что в обществе утрачен принцип воспитания. Мы находимся в таком обществе. И в основном, в подавляющем большинстве, здесь именно так. Поэтому мы здесь об этом говорим сегодня сами. И что главное там воспитывать? Что надо детей воспитывать, чтобы они не достойны? По практическому какой-нибудь. Я сейчас еще пообещал от 0 до 5 немножко рассказать. Я напишу тогда двоечку, чтобы не забыть этот ваш вопрос, потому что это тоже тема, которую в принципе я готов сейчас немножко задеть. Также у вас услышал что-то, ваши какие-то нормальные. Это цель воспитания. Итак, сейчас я задам эту тему, а потом вернусь к нам от 0 до 5, а вы пока что подумайте над этим. Цель воспитания. Представьте себе, что вы берете доски. Доски нарезаны, вы берете, ну допустим, складываете на этом столе, ну несколько досок, может что-то 8 досок. Доски есть, и вы есть, и доски есть. Я к вам подхожу и спрашиваю, а зачем вам эти доски? Что вы хотите здесь сделать? Какова цель, что у меня здесь лежат? А вы говорите мне, так странно отвечаете, а я не знаю. Зачем? Я говорю, у вас нет цели что ли? Зачем этим русским? Ну я не знаю зачем. Ну доски нужно что-то с ними делать. А что будет в оконцовке? Чем закончится, какой будет плод? Вы не знаете. Это же дурацкая ситуация, согласитесь, какая-то странная. То есть вы знаете, ну да, может я подстрогаю их доски, да? Может я их попилю, да? Наверное, скорее всего, на пила есть я их попилю. Может с досками надо пили, да, острогать. Но что вы хотите? Что вы хотите сделать из этих досок? Какова цель воспитания, когда вы заниматься начинаете со своим ребенком? Вы видите этот образ той табуретки, которая должна была создаться из этих досок? Вы прямо четко ее видите. И тогда вы можете создать эту табуретку из этих досок. Если вы очень четко видите, а тем более, если у вас есть чертеж удивительный, там все вымерено. А еще если вы туда сердце вложили, и вы знаете точно, как вы шлифуете, а потом покроете лаком, как это будет удивительно, как вы покрасите. И как еще потом там дырочку приделать для того, чтобы удобно было табуреточку переставлять. Очень хорошо все продумаете. Тогда она у вас получится. То же самое с воспитанием ребенка. Вы должны очень четко и прекрасно видеть этот образ, каким вы хотите его увидеть. Если вы его не видите, то я имею право тоже сказать, что у вас ничего не получится. Либо какие-то общие вещи, чтобы он был хорошим человеком. Что это такое? Пожалуйста. Многие люди пытались, но не смогли делать. Они пытаются ребенка сделать. А стоит ли это делать? Но это другой вопрос. То есть мы сейчас не об этом говорим. Может быть этого не стоит делать и в большинстве случаев. Но сейчас мы говорим именно о этой идее. А как раз, когда вообще никакой идеи нет. Это когда вы говорите, то есть у них есть цель, допустим, я так и все-таки не удалось не закончить консерваторию, но ты, дорогой Никита, это точно уже сделаешь. Потому что ты мой сын, и ты пойдешь по моему Стопан и так далее. То есть тогда я целеустремленный родитель. У меня есть четкая цель. Ты будешь музыкантом. Тогда это работает. Но зачастую этого нет. Хотя это встречается, ну, время от времени это встречается, когда родители этого хотят. Вот в современном обществе зачастую этого нет. Потому что вообще нет никакой цели. Это глобально, я сейчас говорю, в общем. Может в том случае, по-другому. Может быть еще какие-то есть случаи. В принципе это встречается. Когда родители, они четко нацелены, они знают, что то, что у меня не получилось, то я продолжу, что у моих детей. Потому что дети сейчас меня там и так далее. Но это другая тема. В основном у родителей нет цели. Они просто что-то с ними делают. Но даже если музыкантом, то зачем здесь музыкант вообще? Мы говорим о воспитании. Мы же не говорим о навыках игры на скрипке, например. Мы говорим о воспитании. Это значит нужно четко увидеть, какая личность это будет, какие качества у него будут. Сейчас мы можем начать перечислять этот список. Мы должны четко увидеть, какой будет этот плод моего воспитания. Мы должны создать этот образ для того, чтобы заниматься этим процессом. Если мы не создали этот образ, то как мы можем воспитывать? Просто из него сделать, не знаю даже, какую-то табуретку из этих. Не потому что мне так нравится из этих досок. Я не знаю, потому что мне так захотелось. Это же какой-то безличностный подход. То есть я не обращаю внимания на эту личность. Это просто какой-то мой предаток, которому я просто делаю с ним то, что мне нравится. Но там не будет воспитания. Мы говорим о воспитании. Вот подумайте сейчас над этим. А мы пока что от нуля до пяти. Несколько слов скажем. Кто задал вопрос? У вас, да? Очень просто все. Очень просто. От нуля до пяти лет природа так устроила, что разума нет у ребенка. Там другая задача. Там эмоциональное восприятие мира. Он учится воспринимать этот мир. Он потом постепенно начинает трогать. Сувать в рот. Начинает кого-то узнавать. Знаете, да? Эти вещи все. То есть он знакомит с этим миром. Разум начинает у ребенка развиваться с пяти лет. До пяти лет это как раз период ознакомления с миром. Поэтому один из очень важных факторов состоит в том, что ни в коем случае он нельзя наказывать. Потому что как можно наказывать какую-то личность, какого-то ребенка за то, что он не может понять, за что вы его наказываете. То есть почему ты сюда судишь этот палец? Да ему интересно то, что он посылает этот палец. Потому что он познает мир. Почему ты нарисовал на новых обоях опять фломастерами, которые мы вчера с папой до полуночи клеили? Потому что ему хочется рисовать уже. Что он опять чего-то разбил? Что он вообще делает не так? Он не делает не слушается то, что вы ему говорите, слуга. Но он не фигура, которую надо просто переставлять. Нужно найти определенный подход к этому ребенку. То есть все, 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 вот это связано от нуля до пяти лет, что нужно так подстраиваться. Как этот пример нам в институте на педагогике рассказывали. Что идет мама с сыночком. После дождичка как раз лужица. И она с ним идет топ-топ-топ. Откуда идет? С магазина. Купила новые ботиночки и новые брючки. Сразу же одела на ребеночка. Ну, рада, чтобы сразу с ним и пошла. Идет с ним топ-топ-топ и лужица. И она точно знает, что ее любимый Гриша очень сильно захочет совсем мощный френдовать в эту лужу. Двумя ногами захочет он это точно. Даже не одной. И зная об этом мама, что она делает? И разные варианты могут предлагаться. Ну-ка, там отдернуть или как-то еще там. Или если он это сделает, еще и ее запрыгает, дай Бог. Потому что если она не знала, первый раз не шла по лужам. Ну и еще какие-то варианты. Но разумная мама, она сделает так. И он приводил пример нам педагогу. Что в тот момент, когда Гриша уже занес ногу и сейчас будет лужа, она ему сказала, ой, посмотри, какая замечательная птичка. Он отвлекся. А она его так обвела лужей и пошли дальше. И не было ничего. Никаких конфликтов. Просто потому что эта мама, она разумная. Потому что она понимает, что ребенка мозгов нет в этот период. Это значит, что нужно его эмоциональные составляющие, вот эти его эмоции, познание мира просто перевести в какое-то другое русло. Дай ему, он надоел уже, просит и просит. Дай мне вот это. Ну или хоть игрушку, или что-то еще. Я знаю, что нельзя дать. Дай ему что-то другое. В конце концов, если он просит луну с неба, дай ему зеркало, как сделала одна известная личность на Моя Шоу. Зеркало показало луне отражение. Ребенок успокоился. То есть это уже как раз это творчество мамы в основном. Потому что в этот период мама с детьми занимается, будто мальчики или девочки. Она с ними строит отношения. Она первого учителя. Она в этот период учит его в основном тому, что здесь нет ничего опасного. Что от меня, как от мамы, как от самого близкого человека для тебя не исходит никакой агрессии. И даже если что-то ты не так делаешь, то я понимаю тебя. Потому что у тебя нет мозгов сейчас, грубо говоря. Потому что у тебя разума сейчас нет. А есть только эмоции, есть только ум, есть эмоции, эмоциональная составляющая. Есть очень большое желание познавать в этом мире. Пронять вазы, прыгать в лужи и все остальное делать, исследовать этот мир. Если я его понимаю, то тогда я буду по-другому себя вести по отношению к людям. Но когда начинается пять лет, там совершенно другая тема, о которой мы сейчас уже не говорим. То, что мы говорим, не надо для тебя. А вот вопрос там вот был. А вот вы говорите, ну цель, да. Я, допустим, вижу определённо у своего ребёнка, у него такие. А не поломаю ли я его личностные качества, внеся туда свои. То есть это, может, моё какое-то видение, его вот. А вот он, допустим, по своей природе, как говорите, должен быть, допустим, другим. Получается, я его поломаю? В каком случае? Если что-то ему навязывать будете? Да. Типа своё. Ну, своё как раз не надо навязывать. Нужно его раскрывать. Ну, это серьёзный вопрос. Я сейчас так быстренько вам не отвечу. Давайте ещё поднимем его, может, попозже. Вот там ещё вопрос. У меня вопрос от нуля до пяти. То есть, если есть разумная мама и ещё несколько неразумных бабушек, которые пугают и нями, и бабайками, как вы с этим бороться? Да простят меня бабушки и дедушки. Да, а всем пугают. Но лучше от них, ребёночков, подальше. Но там другая идея совершенно. Просто одни хотят наслаждать свои чувства, одни хотят его баловать, они хотят чувствовать эту связь, но делают это неверным образом обычно. Потому что мудрые есть дедушки и бабушки, к счастью, которые так не поступают, а они с родителями заодно. Если они им передают, то те в дисциплине, там всё основное, то есть всё неправильно действует, если они понимают систему воспитания как таковую. Но в основном это, опять же, не так, поэтому лучше... Ну, многие родители я с ними встречают, они говорят, ну да, мы в какой-то момент поняли, что лучше не возить. Или привезти, ну бабушки с дедушкой там на выходные, вот прямо при них это чтобы раз-раз что-то произошло и увезти сразу, ни в коем случае не оставлять. А то они там и это, и это, и это, и напихают ему что-нибудь на корме, а то сделают и туда отпустят, и туда это, и это. Потом оно никакой просто становится, они его там собирают неделю после гостей. Ну это индивидуально, это в каждом отдельном случае индивидуально, я просто о принципах каких-то говорю. В каких-то случаях может это здорово вообще, потому что они понимают, о чём речь идёт, и они не просто на эмоциях живут, а живут на разуме, и понимают, что благоприятное для ребёнка, а что нет. А в Японии в этот период детям разрешают. Не ограничено. Но я об этом уже говорю. Я только что до них говорил, что не надо их... Надо просто аккуратненько перенаправлять, или что-то если не делать, я сейчас вот начну вот здесь вот всё рисовать на стенах. Вы меня не поймёте, но ребёнка можно понять, вот его надо понять. Что можно сказать, ой, дорогой мой, как здорово ты нарисовал, иди сюда, вот смотри, давай и всё, и куда-то в другое место. Вот на бумажке сейчас ещё будем вот здесь рисовать. То есть ни в коем случае не нужно наказывать их больше. Вот то, что всё позволяется, ну если он там с третьего этажа захочет прыгать, ну не позволяет. То есть нельзя так сказать, что прям всё позволяется, но в рамках чего-то разумного, да? Но больше, скорее всего, что их ни за что не наказывают. Вот это самый правильный принцип. Что их не наказывают, у них нет, потому что разума для того, чтобы отдавать анализ своим поступкам. Но когда у ребёнка с 5 лет начинает развиваться разум, тогда он может уже начать анализировать. Потому что если вы до этого его скажете, так нельзя, потому что это и вот это и вот так. То есть вы ему даёте расклад, определённый анализ, и он должен этот анализ сварить. Господин, да, действительно, неправильно поступил от нуля до 5 лет, никогда ребёнок так не сделает. У него нет этого способности ещё анализ делать. Вот поэтому наказывать его не нужно в этот период. Можно вот узнать. Дело в том, что как мать должна воспитывать, например, возьмём свою дочь, да, для другого человека, когда она вырастет, да? Подготовить её к взрослой жизни для того, чтобы она смогла потом вот, получается, жить. Но есть вот сейчас такие родители, которые, получается, своих детей, они воспитывают так, что они всё за ними делают, и как бы не хотят вроде бы отпускать их от себя. Они в этот момент, я так понимаю, не видят поддержки со стороны своей второй половины, так получается. Можно ещё раз вам поверить вопрос? Почему сейчас некоторые родители воспитывают детей так, что, получается, взрослые в возрасте, они ни к чему не приспособлены, и как бы не хотят их отпускать от себя? Ну так любят, они не видят поддержки или чего в своём втором половине или как вот, в случае, да? Света. Света, вы замечаете это в обществе? Я на некоторых конкретных личностях, может, это и больше, но на конкретных личностях, да. То есть это будет... Это трагедия. Потому что я непосредственно с этим сталкиваюсь, поэтому я говорю, что это трагедия. То есть это то, с чего мы начинали. То есть ребёнок остается в центре, и я его никуда не отпускаю, я буду делать с ним то, что я хочу, например, как вот Никита приводил, например, или ещё какие-то направления. То есть, или я буду его так воспитывать, как я хочу, опять же, или там какие-то наслаждения чувств, или он в центре стоит, и никуда не отпускать. Вот мы об этом говорили вначале, да, или что? Это так и есть, действительно. Вот тоже какой-то эгоизм. Вы спрашиваете, почему или в чём вопрос? Да, почему вот так вот? Эгоизм. Да, правильно. Потому что я сконцентрировал на себе. Я это делаю, потому что мне так хочется, потому что мне нравится. А я считаю, что я должен правильно, вот таким образом должен быть воспитанием происходить относительно моего ребёнка. Я так считаю. И ничем не переубедить. А в отношениях между супругами это никак не зависит? Это чисто вот эгоизм, например, родителей, да? То есть какого-то конкретного? Ну, трудно сказать сейчас об этом. В каких-то случаях, может быть, зависит от этого, или ещё каких-то факторов, или ещё каких-то составляющих. Но всё равно в центре-то вот это вот стоит. Эгоцентризм, то что я думаю о себе. Если я думаю о личности, если я думаю действительно об этой личности, в этой личности, которая всё равно ребёнок, и я по отношению к нему имею какие-то обязанности, и я понимаю, должен свою обязанность очень чётко. Как мы говорили, что здесь должен создать какой-то образ. Для того, чтобы заниматься воспитанием, должен какой-то образ создаться. Какой образ у нас в воспитании, или вообще, может быть, у него нет никакого образа. Вот тогда я делаю то, что для него нужно. И зачастую для матерей это жертва. Если кто-то из вас видел фильм «Триста спартанцев», там вначале показывают, как ребёнка забирали у матери. Там говорят они в семь лет. Но я думаю, что это со временем просто они ошиблись уже. Потому что в пять лет это было. Ну ладно, пускай в пять или семь. Ну, всем, конечно, познавали. Два года уже он неправильно разбивался, если в семь лет. И там их дергали в мир насилие. То есть его отдавали тренироваться. То есть они становились шатрины, то есть воины. Триста спартанцев. Почему они такие? Почему они эти армию побеждали? Потому что они были очень сплочены, они были сильные, они были обучены. Конечно, они имели качество. Прежде всего это качество личности. Потому что если у человека есть личность, или некие казаки, которые победили там целую орду какую-то. То есть огромный там, не знаю, дивизион, какое-то огромное очень количество там было. И они стали вот так вокруг, с щитами заградились, и они с этими сконными, сконно эта дивизия сражались и победили. Просто потому что у них были эти качества. Вот эти качества нужно развивать. У ребенка, когда он проявляется, приходит этот возраст после пяти лет. Но там показывается, что у ребенка забрали, у матери. Но это не ребенка, это мальчика. Потому что это не о девочке говорится. Девочке никуда забирать не надо, а мальчика нужно забрать. Потому что мать, то что она ему давала до пяти лет, как мир, покой и любовь в этом мире и спокойствие, чтобы он успокоился, то теперь она будет ему только мешать после пяти лет. Потому что мальчика надо с пяти лет до пятнадцати развивать. То есть качество мужчины. Но мужчину делает мужчина. Мужчина не может делать женщину. Поэтому мать должна понимать, что действительно сейчас нужно либо очень редко соприкасаться со своим сыном, либо отдать его, чтобы он учился в каком-то заведении, в какой-то школе, например, в воровское училище в наше современное время. Может быть, нам очень редкость не встречается. Но если там вокруг мужчины, если действительно там все правильно, поставленное должным образом воспитание происходит, то мужские качества начинают обретать стойкость, мужество, честь. Он понимает, что это такое достоинство. Уже не старший, то все остальное. А если сейчас этого не происходит, то мальчики, вырастая, они остаются с женской природой. Именно поэтому в обществе мужиков нет. Слышишь ли вы такое достоинство? Да. Почему? Потому что они остались девочками. Это женская природа, да, сохраняется. Или детская, это то же самое. То есть он остался, может ему уже 30 лет, но он ребенок. Жене приходится делать все то же самое, что делала в адрес с мамой. А жене в какой-то момент это начинает уже не нравиться. Может быть замечал кто-то в своей жизни. И там конфликты, и там разводы, и там все остальное. Потому что зачем еще? И причем он никакой ответственности не берет вообще. И кто главный в доме? По-прежнему женщина, потому что она все поддерживает, продолжает. А потому что этот взрослый ребенок у нас просто потому, что у него не было должного воспитания, он просто с мамой прожил в квартире всю жизнь. Там какие-то вопросы были, пожалуйста. Вот у меня вопрос. А если вот ребенком до 5 лет занимается мама, да, то как бы потом, после 5 лет, как он к отцу будет относиться. У нас, допустим, ребенку 2 года и папа в разъездах часто. Ну и естественно он слушается больше меня. Ну папа появляется? Конечно, да. Ну нормально, нормально. До 5 лет в основном, потому что мама должна там. Папа маленькую увлекает, он его особо сильно не воспринимает, даже мальчика. Ну, хорошо. А после 5 лет? До 5 лет это уже серьезно. То есть то, что я в чем я только что сказал. То есть мужчина делает мужчину. Но опять же, если этот мужчина не является мужчиной как таковым, то он и ребенка ничему, то есть мальчика не научит. То есть надо искать тогда личность такую, которая действительно обладает качествами мужскими. А основное, где взять, мы тоже не спрашиваете. А основное время, он должен как раз развиваться вот в таком обществе. Еще, как вы знаете, самое основное качество мужское? Ответственность. Да. Это способность поддерживать. Способность поддерживать или это ответственность? Он принимает ответственность за семью. Если он воспитан мальчик недолжным образом, у него не будет возможности преодействовать за семью. Но у него нет этих качеств. Что сделать? То есть у него никак не выжить. Он будет сам в дефиците находиться. А мужчина, который имеет эти качества, он способен поддерживать семью. Он находится в изобилии. То есть что бы ни произошло, он будет продолжать поддерживать семью, потому что у него есть это качество. Он их раздвижит. И наоборот, он будет на иждивении как бы находиться. Он будет все ждать от жены. Он будет, конечно, ходить на работу, там, в сапогу принести. Нормально, мы сейчас говорим о качестве. А женщины, я скажу вам, женщины, они тонко это чувствуют, что у него нет этих качеств. Мужчины. Поэтому они ему не предаются, как своему мужу. И он для них, ну, скорее всего, еще один ребенок. В каких-то случаях они его терпят, а тут нет. И они разводятся просто. В основном это исходит от женщин, разводов современных. Хотя бывают и от мужчин, там разные ситуации, конечно, бывают. Но в основном вот так вот. Потому что она держится, держится и потом. А тем более алкоголизм, посмотрите. Пиво, да, желание выпить. Все остальное очень сильно распространено. Почему? Потому что они внутри, вы их пожалеете. Потому что они внутри. Эти мужчины. Они из-за этого страдают. Что у них не было должного воспитания. Они понимают, что они, может быть, и рады бы играть эту роль мужчины. Но они не могут. Потому что у них нет таких качеств, никто их не воспитал. И поэтому внутри они чувствуют дефицит вот этот. И они просто спиваются. Или они не находятся в своей тарелке. И интуитивно чувствуют, что они должны, что жена, потом дети. И даже общество от них это требует. То есть вот это принятие ответственности вот этого. У них нет этих сил. И ничего с ним нельзя. И поэтому пожалеете. Я не хочу пожалеете. Робот. Подождите, что там много роботов. Вот. Я думаю, что вот эти вот брали не индивидуально проезжают. Они тоже те. Ну, вот, 0-5, там, 5-10. Ну, не прямо строго, но из моего опыта все так и есть. Вот некоторых детей, допустим, привозят в пятилетнем возрасте. И даже 5,5 лет, например. И я их не беру. А некоторые беру с радостью. Потому что они индивидуальны, да. Но в основном это этот принцип, да. Ну, а как понять, что вот уже разум проявился, все пора дисциплинувает? Просто после пяти уже надо это делать. Ну, если вам не нравится после пяти, то вот, после пяти с половиной начнем. Ну, в шесть лет, в конце концов. Ну, знаете, что каждый год, если вы не даете, то есть, раз есть такой принцип, то можно как точку отсчета принять. Вот именно вот этот возраст. То есть вот столкнул ему пять лет и вы задумывались над тем, как теперь поместить моего сына, концентрировав внимание, не дочь, в такие условия, чтобы он начать мог развивать разум. Должен могут, знаете, все качества, ответственность, мужские, там, все, и все остальное. То есть какие условия поместить для того, чтобы это было гармонично, чтобы это было действенное, чтобы это было должным образом происходило. Но вы скажете, что сейчас сложно это сделать, я с вами соглашусь, но я ничего не могу больше посоветовать. Потому что я вам говорю о принципах. Просто желаете этому. Возможно, что вам свыше пошлют какого-то учителя, который, может быть, принять на себя эту ответственность. Или, может, какую-то школу или что-то еще такое. Ну, по крайней мере, вы должны об этом думать, это ваш долг, как родители. Ну, нет же таких, знаете, для школы за его пять лет можно было отдать. Он так же будет до семи лет в саде. У меня такая школа, у меня с пяти лет. Вот сейчас у меня в прошлом году был один пятилетний. Он полгода проучился и домой поехал, потому что не по связи с болезнью. То есть там должны были родители заниматься. У него серьезная болезнь просто. Мы не можем этим заниматься. Вот сейчас одному шесть из Иркутска, мальчик. Одному из Краснокаменска – семь. Одному из Нижнего Тагила – шесть с половиной. А в каком городе? В суши? Сейчас я здесь проезжу. У нас есть восемнадцатилетние тоже, двадцати даже. Но они там другую функцию уже исполняют. Потому что вот после пятнадцати лет, после это шестнадцать, семнадцать, может быть только школа, пока одиннадцатый класс, они еще могут. Но знаете, вот у нас если они строятся, и рядом стоит пятилетний и восемнадцатилетний, то восемнадцатилетнему как-то уже некомфортно. Поэтому он немножко другую роль играет. Он берет на себя уже ответственность. Если он принимает после пятнадцати лет на себя ответственность, если какую-то составляющую в нашей школе берет как ответственность на себя, то тогда он не имеет право там оставаться. А значит чего он там будет болтаться? Но подразумевается, что это должно быть так. Вкратце, Владислав, а почему учите? Вот как, вот вкратце, вот слушайте, написано. И ваша школа? Ищущий год. Приема нет. А здесь, что вы делаете? Набор уже закончен этот год. Наша школа сейчас, вот зиму мы пройдем в Абхазии, сейчас лето, мы были в Иркутске. Мы эмигрировали. Завтра вечером они должны приехать. Воспитанники. Я буду их встречать. Но мы побудем здесь немножко, может быть несколько дней. Надо пообщаться с ними. Тебе интересно? Да, можно. Устроить их. Подойдешь, потом поговорим. Итак, давайте вернемся к теории воспитания. Какие у вас еще есть вопросы? Что значит неправильно? Можно как-то сделать? Что значит неправильно? То есть наказываю. В основном это отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Но в той мере, в какой это происходило. Бывают очень суровые вещи. И это очень сказывается на всю жизнь. То есть он практически закрытым становится на протяжении всей жизни. Очень сложно бывает даже раскрыть. Если это как-то более-менее поверхностно, то зависит от интенсивности, неправильности. Ну, я думаю, что исправлять надо. Вот у меня есть один мальчик, который учится около двух лет. Ему сейчас исполняется 14 лет. Он где-то с 12 начал учиться. И вот сейчас тут, когда всылось, он немножко так заикался. Так слегка. Ну, какое-то он может быть врожденное что-то умывало. Может быть так. Может быть, что-то зависит. И вот буквально месяц назад я всего лишь узнал, что, оказывается, происходило. Он никому этого не говорил, включая своих родителей. Что, когда его мама с папой со страшной силой ругались, например, на кухне, то он в своей комнате прятался под кровать, залазил от этих их криков или шума от этого. Они об этом не знали. То есть у него адрес ничего там не было. А просто они между собой выясняли отношения. Это заикание у него закрытость до сих пор сохраняется. И поэтому я вот об этом узнал. Не сразу. Потому что это вот только ног раскрыт. И когда у него, видимо, появилось достаточно доверия для того, чтобы об этом рассказать, он это рассказал. И теперь все просто стало на своем местах, все понятно. Но теперь мама как-то должна замаливать свои грехи по отношению к нему, хотя непосредственно какой-то атаки на него или какой-то агрессии в его адресе не было даже. А просто они это делали с папой. Дети находятся в нашем обществе. Мы должны перестать, мы должны себя начать менять с тех пор, как появился ребенок в нашей семье. Но мы себя по-прежнему ведем, как обычно. Или думаем, он не понимает. Или что там еще думает, что-то еще придумает. Но это не так. Это личность. Он все прекрасно понимает. Теперь отныне наше поведение, оно прямо непосредственно идет на него. И он все это впитывает, как губка. Можете вспомнить сами свое детство. И как вы впитывали, как вы тонко чувствовали его настроение родителей. И как вы, может быть, болезненно воспринимали их какие-то конфликты и так далее. Хорошо? Подумайте над этим для того, чтобы он мог себя вести по отношению к своим детям по любому. И так далее. Да, достаточно. Достаточно. Достаточно сказать, что я в пределе 15, то есть там уже это просто сказать наказание. Я в ответила, что самое важное. Самое важное. Понятно, что мне указывает не только что вам, что вам, даже если мне нужно, самое важное. Это же вопрос самообсудимого. Может быть, что то есть такое, что предоткредитая жизнь. он должен почувствовать что в этом мире нет никаких опасностей в этот момент он очень уязвим потому что нет разума именно разум фильтрует например я услышал что-то грубое мой разум это отфильтровал на взрослый человек я это не воспринял близко к сердцу у него без разума все напрямую идет в сердце это откладывается подсознание это формирует формирует его в эти будущие годы то есть это только как в определенный такой закладывается фундамент период если любовь все прекрасно все замечательно очень спокойно то он очень хорошо начинает учиться развиваться никаких конфликтов между родителем идеальная ситуация любящие родители устраивают они заботятся о нем да нужно оградить от всех каких-то почему потому что я еще раз говорю в этот период у него нет разума и все напрямую идет эмоционально например один сосед мой я не помню сколько мне было лет но это было до пяти лет он принес игрушку прыгающую лягушку которую нажимать вот так и она прыгает и когда он ее поставил и он хотел со мной позабавляться у него не было этого понимания что он может меня напугать он позвал мне сказал вот посмотри зелененькая штучка интересненькая я когда только хотел при них не прикоснулся он нажат на нее она прыгнула я испугался и там что-то за потом с каким-то бабушкам ходили чего-то там заикание еще что-то такое вот и таких вещей нужно оградить потому что это какой-то травма какая-то из-за этого какой-то потом шрамку это неразвитие из-за этого начинает происходить вот основное в этом то есть нормально что в этот период ничего интон не боится как он может бояться он может только капризничать и какие-то эмоции атаку то есть через анализу как может кого-то бояться но если вы напугаете опять же на эмоции то он испугается не боится в плане понимания что лотом что-то где-то почти надо не надо его заряжу кого-то во психотехнице полет не на почистить и можно ли все думал что до возможности вы знаете какие такие способы или возможности туда но какой-то степени может научить берем о том что должны защитить ребенку этот период потому что был вопрос о том что самое главное можно сделать пойдемте дальше я отвечаю вам у меня два вопроса первые какие факторы основные факторы которые влияют на развитие личности если можно в соцсетном соотношении что влияет больше что меньше факторы которые влияют на развитие личности какие основные период воспитания это пример самый основной фактор детям кулаку плевать что вы говорите понимаете без разницы им что вы говорите детям запомните нет и мужчина родительница сказала что я воспитываю но всего три процента для не воспитания все остальное это другое то есть и насколько это будет и насколько это будет какие еще факторы есть и в каком пациентном соотношении людей самый основной фактор это пример все чего больше не сказать конечно дети подражают взрослым у них нет жизненного опыта вот вспомните себя у вас нет жизненного опыта вы не знаете что себя этот мир представляет вы не имеете вообще представления о каким вам его покажут вы так его и будете воспринимать вам говорят вот какой замечательный мир вот солнышко светит вот речка течет вот посмотри какой воздух замечательно какая природа а вот вы любящий папа вот мама вот твои друзья вот твои соседи он будет так воспринимать и как у себя будет вести он будет так воспринимать что вы под неплохими имеете ввиду что он у них в центре стоит и он эгоист в чем есть неплохие родители в каком плане что они кормят и он весь в игрушках и в новых одетках что ли или он в лучшей спецшколе учится или в дереве в чем очень хороший так они скорее всего плевать на него хотели на его личность может быть они его одевают в лучших местах может быть еще каждый день лет на Кипр я не знаю конкретный пример если родителям наплевать на личность ребенка то ему то же самое то есть они вписывают этот пример они им отдают это но только в подростковом возрасте в подростковом возрасте они имеют уже достаточно сил чтобы сказать это родителям а в младшем возрасте не имеют но они уже в младшем возрасте чувствуют что родители до них нет дела у них просто нет времени потому что им нужно на работу потому что есть дела потому что нужно здесь успеть потому что нужно это и нужно это и нужно это и они его одевают а бывают они откупаются от него они все делают для того чтобы у него было все в порядке этим они себя успокаивают но потом будут конфликты а он во-первых будет эгоистом во-вторых у них будет очень сильный конфликт это очень сильно поразит родителей потому что они будут говорить я все-таки для тебя всегда и криминальные начинают какие-то структуры человек и так далее в этом в этом основная ошибка это что я до этого сказала хочу повторить что они копируют полностью как живут родители они копируют мир взрослых вспомните как вы в детстве одевали туфли на губы красили а с бабочкой за бабочкой сачпанбега но так или иначе мы пытаемся будучи детьми мы пытаемся подражать взрослым это нормально и вот это как раз говорит о том что это так и есть поэтому просто берем и сканирует все что как они себя ведут поэтому посмотрите как себе ведут сейчас взрослые на улице даже посмотрите в этих средствах массовой информации в этих интернетах в этих компьютерах в этих телевизорах в этих рекламах на улице вот какова ценность взрослых что будут делать дети это станет их неценностью но они обречены тогда это основной фактор это основной они основной фактор это пример поскольку поскольку основной пример я еще раз говорю что им совершенно не важно что вы говорите можете замечательные вещи говорить прекрасно но они увидят что вы делаете не так они сделают или точно так как вы и они будут правы методы воспитания метод воспитания это все правильно организовать для ребенка так это то что я хотел еще по третьим пунктам вам рассказать уже наверно не успею напишу а а а а и и и и и и Вот основные методы. Основные методы должны быть связаны с тем, чтобы у ребенка не было свободной минуты, независимо от того мальчика или девочки. А? Нет, нет. Мы говорим, вот, от 5 до 15. Когда начинает разум развиваться, мы начинаем плотно заниматься воспитанием. Но там, ближе всего, это дисциплина. Если дисциплины нет, разум не развивается у ребенка. Еще раз, это относится к девочкам и мальчикам. Если нет дисциплины, разум не развивается. Дисциплины нет. Какая дисциплина в квартирах? Я не знаю, какая. Может, вы подскажете. Какая там дисциплина? Что, когда мама с работы пришла, я спросила, а ты уроки сделал? А ты мусор вынес? Ты клип принес сегодня или нет? Я просила, я звонила тебе. Вот это дисциплина? Я не знаю, но мне кажется, что это не дисциплина. А что такое дисциплина? Ну, это режим дня. Ну, вы можете сказать, что это режим дня. То есть, нет свободной секунды у него. То есть, все должно быть расписано. Родители это устраивают. Это основной метод. Сможете вы это сделать? Попробуйте. Дополнительные занятия, да? Иногда мы это делаем, например, на секцию 8. Ребенка. Кружок. Ну, там сколько там? Они час-два занимаются, может быть. Ну, это что? Это так мало. А бывает даже этого нет. Все, давайте дальше. Пожалуйста, вам слово. У меня вопрос такой, как превратить. Вот. Я была неразумная мама. Я свободной не остаюсь. Вот. Я не слушала свою маму, когда она мне говорила, как нужно прослеплять своему себе. И теперь, как бы я понимаю то, что она мне говорила, и слушаю, и как бы раздеваюсь, и вижу, и как делают мои дети. Они тоже самое делают. Да как остановить эту цепочку? Как ее прервать? Потому что, ну, вы сами сказали, что вы. То, что я им говорю, это вот. Ну, мы малышей дети. Мы когда студент, вот как хотим, как у вас любить. И это видно? Ну, вот смотрите. Если это в ваших силах или как бы это в сфере вашего влияния что-то изменить, тогда вы можете изменить и задаваться этим вопросом. Но если не в сфере вашего влияния, то что об этом думать? Я могу только с внуком общаться и все это могу. Конечно. Каким-то образом вы можете что-то исправлять, делать какие-то попытки. Если у вас есть сейчас какое-то представление, которого у вас, допустим, раньше не было. Ну, что-то делаете. Но вы должны понять. То есть, если у вас на вашего внука распространяется сфера ваше влияние, и вы можете что-то ему дать? И что дать вы можете ему? Сколько ему дать? Пять. Пять лет. То есть, вот сейчас начинается у него развитие. Да, папа у нас не способен. Поэтому мужчин будут воспитывать женщины. Что с этим делать? А может быть, вам думают, что в семье создалось, а где мужчина сработала? А как? Хотя бы. Вот я говорю, что иногда мамы, родители, они понимают, что нужно какого-то тренера, например, и куда-нибудь пристроить его. Ну, хотя бы что-то, да. Возможно, что в течение этих двух часов, два раза в неделю, вообще раз в неделю, он ему будет что-то давать. И это будет немножко у него там оставаться. Но это, опять же, зависит от того, что, допустим, тренера зачастую являются тренерами. То есть, они учат какому-то единоборству. Там о личности не идет речь. Но в некоторых случаях они являются педагогами, и они также развивают личности мальчиков. А иногда они просто учителя, ну, в плане педагоги, преподавания, они просто инструкторы. И они обучают какому-то единоборству. Какова их цель для того, чтобы он научился какому-то единоборству? Вот и все. Они отрабатывают техники, например, какого-то бокса или какого-то другого единоборства. Ну, это к воспитанию особого отношения не имеет. Это как-то просто физически развивается. Особого отношения для личности, ну, потому что... И еще один вопрос. Все эти наши знания, которые мы сейчас получаем, какому-то... Переде детей уже, собственно, не видится. А вот в следующей жизни... Вот эти знания как-то будут... Ну, предоставляться и вообще... Для чего все это? Останут они или нет? Вот я сразу обману в этом спросил. Я сказал, что вы хотите? Я сказал, что очень, собственно. Узнать. Причем, вы сказали, что... Мы заедем пришли, мы очень хотим узнать про воспитание. Так я спрашиваю, зачем вам это? Вот вы должны сами понять, зачем это. Любое знание, которое мы обретаем... Еще раз, знание. Не информацию, а знание. Оно остается с нами. Если мы говорим даже из рождения в рождение, оно остается с нами, поскольку тонкое тело, оно никуда не берется. Это сознание, оно остается. Меняться могут грубые тела, но сознание остается. Иначе, почему бы один приходил таким, другим таким? Рождаются они, разные склонности, разные... Уже у них заложено что-то. Откуда это? Потому что вы сейчас вот... Чего-то получили оттуда, оттуда. Это у вас формирует ваше тонкое тело. Это тонкое тело, оно остается живым существом. А есть противоречивая песня? Скажите, если в обедах написано, не заводите детей, если вы не можете освободить из колеса самсары вообще из материала. Или заводите детей. И все, что мы сейчас говорим, это получается вообще не знаю. Скорее всего, мы тут никто не сможет своих детей освободить. Нет, смотрите. Вот сейчас вы можете уже начинать зародить. Потому что вы уже кое-что знаете. Вот эти вот принципы, вот эти, когда я не до конца не рассказал. Это уже говорит о том, что вы уже что-то можете. Так что подумайте. Какие-то еще кто-то еще спросите у вас в городе. Люди как? Ну, говорили от 0 до 5, что мы не должны показать жизнь. Всю ее хорошую сторону. Но даже может быть и не такое, что во всем присутствует там план. Ну, жизнь. У тебя могут быть? Нет, я же говорил, что они не способны анализ делать. Они не способны, не надо этому ничего давать. Это они потом будут понимать. Но потом, когда начинается с 5 до 15, то у нас, например, была экскурсия в морг. Чтобы понять, что из себя представляет это тело. Они должны это знать. Не только с 5 до 15, не до 5. Там они не способны ничего переваривать. Они просто испугаются. Или, допустим, у нас было мероприятие сейчас в течение недели. Вот 12 наших мальчиков, они просто приходили на рынок и просили пожертвований у детей. Говорили, дайте что-нибудь. Мы из этого приготовим и накормим детей в детском доме. Им давали пожертвования, потом сами готовили. Сами готовили, сами транспортировали, сами организовывали это все. И сами накормили детей в детском доме. Потом они накормили бездомных бомжей. От чего очень сильно вдохновились. То есть они кормили прямо отец. Говорили, какое вам большое спасибо, что вы опять пришли и накормили нас этой кашей. Они были счастливы просто. Они все это полностью, весь процесс сделали. Вот это имеет тогда смысл в этом. А до 5 лет не надо ничего говорить. Вот сейчас их можно показывать миру уже. Если мы, как допустим сделал отец в нудке, он спрятал от своего сына весь мир, он сказал, что все только молодо, весело, счастливо и талантливо, никаких болезней, никаких смертей и никаких разочарований в этой жизни нет. Он от него все спрятал, но он хотел познать это. Когда он увидел, что все не так, он понял, что ему нужно заниматься самопознанием. То есть мы пряча от них, мы не даем ему возможность развиваться. То есть мы должны понимать, что этот мир, он полная грязь, полная. То есть очень много всяких негативных вещей, не только позитивных. Но опять же не нужно его дать ему так. Может быть не надо ему в 7 лет говорить о каких-то вещах, а может быть это нужно будет где-то в 11 давать. То есть это уже педагогика. То есть в какой момент, что нужно дать, чтобы он это сварил. Потому что если он не сварит, у него там застой начнется, и травмация, шлаковка осознания. И какие-то неправильные развития у него начнется. Какие-нибудь крены начнутся. То есть это уже педагогические моменты. Но вообще-то в этом возрасте до 5 лет нет. У него нет разума еще разговаривать. Юра, пожалуйста. Может быть численно уже ответили на этот вопрос, но все же касательно преодоления трудностей. То есть какова стратегия, как простраивать трудности, как находить баланс между удовлетворением чувств и преодолением трудностей? Какая стратегия преодоления трудностей? Какова стратегия не преодоления трудностей? А создание. А создание трудностей. Какова стратегия? То, что они уже могут с чем справляться давать им такую трудность, чтобы они могли с этим справляться. Я, например, точно знаю, что вот эта группа детей, допустим, им от 6 до 10, они с этим справятся. Вот с этой трудностью. А вот с этой уже нет. Поэтому там более взрослые могут справляться. То есть это по возрасту зависит от возраста, от уровня сознания у каждого ребенка. То есть в конях корм должен быть. И посеньки шапка. Чтобы они справлялись. И вот это индивидуально опять же. В зависимости от какого возраста, от какого позиции. Например, кто-то больше выдающийся лидер. Кто-то менее выдающийся. Для одного то, для другого другое. Я на то отвечаю? Об этом? Наверное, да. Просто хочется больше конкретики какой-то. Ну вот это конкретно спрашивает? Может быть, какой-то пример рассмотреть? Например, что сделать для того, чтобы у ребенка развивалась щедрость? Можно устроить таким образом. То есть тратегия должна быть такова, что он чем-то делился. Он должен что-то отдавать, он должен учиться что-то отдавать. Как мы? Вот помните, мы с вами сказали, что вот этот образ мы создаем, цель воспитания. Допустим, в этот образ вы писали, что этот ваш ребенок он щедр. Тогда вы начинаете вот сюда закладывать методики. или какие-то мероприятия, или какие-то уроки, которые все направлены на то, чтобы он развивал щедрость. И делайте это как погружение в течение, допустим, полгода. Ну, например, может быть, месяца. Там есть какая-то теория, какие-то истории великих личностей, которые были очень щедры. Там есть какие-то примеры. Там есть собственный пример, обязательно он должен это видеть. Там есть какие-то ситуации. Мероприятия создаются так, что была какая-то ситуация, где бы он мог проявить эту щедрость. Потому что когда мы садимся вместе, мы кушаем всегда вместе. Когда мы садимся, дети вместе с взрослыми, маленькие дети все вместе садятся. Кушать обязательно какие-то взрослые с ними тоже идят. Может, это не все взрослые, но кто-то. И тут очень интересная ситуация наступает. Со столом в большой семье. Или сколько сейчас семья? Три человека? Два, три, четыре. Садимся все вместе за столом, четыре много. И что там происходить начинаем? Особенно, когда дети между собой. Ну ладно, понятно, у взрослых там... Папе, да, там, ну понятно с ними. Ну можно это допустить. Но раз у брата, у сестры, вот так, ой, ну вот, все. Это все началось уже. Ситуация. То есть вот это само... То, что когда мы кушаем пищу, то есть мы садимся, это мероприятие. И это урок тоже определенный. Мы учим их здесь. Здесь мы, может быть, объясняем. Или ложная скромность есть, а внутри это есть. Но он раскрывает... Знаете, вот мне сейчас так не хотелось тарелку сестренки смотреть, но я все-таки посмотрел, так мятинуло. Если он это понимает уже, то уже победа такая сильная. То есть он понимает, что это неправильно. То есть тебе вот отмерено, ты вот сюда и должен смотреть. То есть... Или как раньше, папа под затыльни. Свою тарелку смотри. Ну так грубо. Смотри в свою тарелку. Туда не заглядывай. Это жадность. Допустим, мы работаем над жадностью. Чтобы там не было зависти. Опять же, у ребенка не развивалась определенные мероприятия. Это простой какой-то пример. Да, я сейчас выложу. Ну, просто как пример того, что каждое какое-то качество, которое вы впишете вот сюда, как образ, который вы хотите получить на выходе воспитания, то вы должны потом над этим работать. Это просто целенаправленно нужно будет. Цель воспитания от этого зависит. Но этот образ вы должны создать. То есть или те, кто занимается. Если занимаюсь детьми, у меня есть неточный образ. И по каждому из вот этих направлений, каких-то качеств развития у нас есть определенные мероприятия. Потом они повторяются через какое-то время. Недавно им рассказал этот анекдот, знаете, про последнюю котлету. Ну, там круг сидит, там друзья сидят и кушают. И была тарелка с котлетами. Котлеты замечательные были, всем понравились. И они очень быстро уходили. Каждый брал свои котлету, съедал, съедал, там еще какие-то пищи были. И потом одна осталась, как это последняя. И все скромничали и хотели брать эту котлету, чтобы не подумали, что они самые жадные. И когда погас свет, раздался крик. А в следующий момент свет зажегся и картина была такова. Котлета была накрыта рукой, а там было их 10 человек. И в руке торчали 9 вилок. Свет погас, пока все хотели заполучить котлету. Потому что все о ней думали. Какой он был пьется рукой. Он думал, что он самый умный. И он точно не промахнется рукой. Просто на руку и на руку. И был маленький, не подосчитал насчет друзей. Подоверял им сильно. Подоверял им сильно. Подоверял им, да. Детям понравился такой негод. Главное себя увидеть в этом. Сделал бы, а так и не надо. Что еще? Предлагаю, может быть, нам немножечко остановиться на этих качествах. Чтобы всем не с нуля думать об этом. Замечали везде. Только время у нас уже почти что вышло. Через 10 минут мы заканчиваем. Вот у меня просили еще немножко рассказать об этом пункте. Или он понятен? Это же организация. Просто это организация. Здесь ничего сложного нет. То есть мы должны выступать в роли организаторов. Сам ребенок он никогда не сможет ничего организовать для себя. Потому что нет, опять же, до этого разума. Но у взрослых есть. И взрослые могут им организовать. Никто иной, как взрослые, организовали все, что происходит в этом мире. Как дороги направлены, как движется транспорт, какие стоят дома, какие внутри дома, в этих домах там есть какие-то учреждения, какие есть магазины, взаимоотношения людей, какие-то связи между людьми. Все это придумали взрослые, они все это организовали. А дети не могут это сделать. Поэтому свою жизнь, тем более, они не могут организовать. Им нужно, чтобы им помогли в этом взрослых. Поэтому ответственность и обязанность, самая основная взрослых, в том, что нам нужно организовать их жизнь таким образом, чтобы у него не было праздного ума. Потому что это мастерская дьявола, репутница. Ребенок рождается с сознанием животного. В Торе говорится, что это маленький осленок, которого нужно сделать из него человека. Он живет на инстинктах и просто на эмоциях от 0 до 5 лет. И он ничего не понимает. Не понимает ничего ребенка. Никаких анализов, никаких философий, ничего он не понимает. То есть это вот уровень животного. И вот этот уровень животного, когда нужно его обогреть, примаскать, умиротворить его, длится от 0 до 5 лет. Но потом, с этого момента, нужно для него все организовывать, чтобы у него ни минуты не было спокойно, свободно. Потому что по своей вот этой вот ослинной природе он будет хотеть продолжать жизнь на уровне ума и чувств. Просто наслаждаться чем-то, просто баловаться. Я очень часто замечаю, когда я просто иду по улице, как дети, чем-то они занимаются. Вот они такими глупостями занимаются. Просто убивают время. Дурачатся, друг на друга орут, друг за другом бегают. Это они как бы играют. Какие-то игры у них нормальные, даже нет. Ну так или иначе. Они что-то делают или балуются, или какие-то у них есть сейчас телефоны. Они там что-то просто на уровне ума и чувств. То есть он ни в коем случае не развивается разум. То есть вот этот разум, вот эта сила, где есть дисциплина, где ты постоянно занят и постоянно развиваешь ответственность, этого нет. Поэтому праздный ум – это мастерская дьявола. И дьявол это подразумевает, что это материальная природа берет вверх, и этот человек, он не развивает эти качества, которые мы перечислили. Это значит, никакого послушания, там нет никакого психиума, никаких качеств развивается, а также отсутствует авторитет взрослых. Вы заметите ли, что у современных детей, у взрослых нет авторитета? Никакого авторитета взрослых. Ну конечно, родители они еще прислушиваются в какой-то степени. Почему? Потому что они от них зависят. Лет до десяти, может быть, до одиннадцати, может быть. А потом они их даже перестают воспринимать и конфликтуют с родителями, потому что они для них не авторитетны. И вот это основа, потому что в этот период у них был праздный ум, и никакого разума у них не развилось. И поэтому родители для них, это как полезное ископаемое. То есть в этой степени пока не полезное. Если они деньги дают, то нормально. То есть деньги дают, нормально. А как перестают давать деньги, значит они становятся, не знаю, предки, кто там. Ну да, кто-то они вот теми стали. То есть они вот этими полезными ископаемыми, бесполезными ископаемыми становятся. Потому что у них суть их воспитания, то, что они впитали и получили, она подразумевает, что у них создание потребителя. Им нужно потреблять. А потому что у них был праздный ум. Поэтому вот у нас, например, воспитание происходит 24 часа в сутки. Родители на это просто, ну они не могут это себе позволить. Они в других условиях находятся. Два-четыре часа в сутки надо воспитывать. От пяти до пятнадцати лет. В течение десяти лет. На самом деле это очень небольшое суть. Очень быстро пролетают эти годы. И потом какие-то вещи начинают происходить. Когда мама плакается заговором, папа приходит в беспокойство. Перед вне погружается в раздражительность. Потому что он понимает, что уже ничего не сделает. Ну вот такие вот последствия, если и праздный ум у детей остается. Поэтому родители должны организовать. Еще раз. Сами дети никогда не организуют свою жизнь. Они не способны это сделать. У них нет такой квалификации. А обязанность родителей состоит в том, что они организовывают для них. Так, чтобы каждую секунду у них была ответственная. Чтобы каждую секунду у них была какая-то обязанность. Чтобы они каждую секунду знали, что они сейчас делают. Ты что сейчас делаешь? Да ничего не делаешь. Я пойду по улице погоняю. Может мячик возьму. То есть я не знаю, что мне делать. Потому что родители мои мне не организовали ничего. И поэтому я думаю, что мне сделать. И утверждаясь в этом, они потом вновь и вновь хотят ничего не делать. А ничего не делать это разум не развивается. Это значит, что можно я пойду погулять? Ну иди. Ну можно я пойду погулять? Ну еще, еще. Что значит погулять? Задумайтесь над этим. Погулять. Что это такое? У нас никто не просится погулять. Потому что они постоянно будут жить. Ну правда не знаю, что подразумевается под этим. Если какие-то развлечения, то они тоже, они наряду с воспитанием идут. То есть через развлечения там происходит процесс воспитания. Тогда все в порядке. Они довольны. Они также, как мы говорили в начале, они очень сильно хотят знаний. Они учатся всему, если это правильным образом подано. И они с радостью это делают. Тогда все в порядке. А последний период, 15-25, кто ответственный? Вот если правильно он развивался от нуля до пяти, от пяти до пятнадцати, до десяти. Вот это самый-самый послушанический период от пяти до десяти. Вот если сюда его послушание не заложить, то здесь он навряд ли уже будет. Ну и так далее. То есть вот это тоже очень ответственно. То есть каждый сам по себе очень ответственно нужно понимать в этот период и что там происходит, какая основная идея. И если вот в этом периоде от нуля до пятнадцати все правильно происходило, здесь человек начинает заниматься самовоспитанием. Это результат правильного воспитания, что человек хочет заниматься самовоспитанием. Он начинает сам для себя все организовывать. Думать о том, как он еще вот это качество будет развивать. Как он будет вот с этим бороться, то увидит какой-то недостаток у него есть. Он занимается этим, то есть всегда воспитание. Он продолжает учиться. И здесь, помимо того, у него еще профессиональные навыки начинают появляться. Уже к этому времени должна понятна стать его природа, и он начинает заниматься тем, чем он будет заниматься всю свою жизнь, в плане каких-то профессиональных навыков. То есть, что он будет делать, какова будет его профессия, каково его предназначение. То есть, там тоже называют. Но все равно вот эта суть, она остается именно вот этой, что ему интересно. Естественно, вот у нас есть в уставе нашей школы такое условие, что как только ребенок утрачивает желание заниматься самоосознанием, воспитанием, он утрачивает возможность оставаться в школе. Потому что это будет конфронтация, то есть, это другая тема уже будет. Это вот надо во дворе идти, в квартиру надо возвращаться, и там жить так, как я хочу. То есть, как только он утрачивает желание развиваться, он не может там оставаться дальше. То есть, вот это в основе стоит. И если это стоит в основе у него, то здесь то же самое происходит с 15-25 лет. То здесь уже как результат вот этого желания, что у него было желание воспитывать, получать его специально. То есть, здесь у него начинает провеляться самороспитание. Ответственным он уже за свою жизнь становится. Но он еще, это период ученичества еще до 15-30 лет. После этого периода желательно обзаводиться семьей для мужчин. А для девочки совершенно другое. Ей здесь вот уже нужно замуж выходить, вот в этом возрасте. То есть, сюда не надо уже. У нее должно быть покровительство. Она должна четко уже знать, что у нее есть будущий муж. Она знает его. Если она его четко не знает, и родители не сказали, кто твой будущий муж. Даже где-то годам 10-11-12 для девочек. Даже в каких-то случаях уже даже в 9 лет. Есть такие очень... Такая активная природа у девочек. Им надо четко уже знать. Они будут распыляться тогда и искать. Они будут искать себе кого-то. И тогда они будут выбирать, потом бросать, потом еще кого-то выбирать. Вот этого допускать нельзя. Но это уже в плане семейной жизни. Я немножко уже в другой плане берусь. Простите. А где вообще в этой схеме, в этой жизни о наслаждении? Вообще и кем? Потому что какие на развитие способности, цели, праздник? А наслаждение вообще? Что вы имеете в виду? Да давайте любой. Давайте по телесному. Что касается секса, то нужно эту тему вообще закрыть относительно воспитания детей. Ее должно ощущение, как мы можем ее поднимать? То есть раздельное совершенно воспитание до 16, до 15, до 16, до 17 лет. Но даже после этого периода, то есть девочка, она может выйти замуж, допустим, там, не знаю, по нашему законодательству, это 18 лет, да? Но она должна знать точно, что у нее есть жених. И после 18 лет она может это сделать. Но мальчику лучше всего, или юноше, это сделать после 25 лет. Потому что вот к этому времени он готов брать на себя ответственность. Если он это делает в 17 лет, или в 18-19, то сейчас даже никто не берет ответственность. Это просто какие-то связи случайные. И это их настолько развращает, что они больше ни о чем не могут думать, ни о том, в самоосознании развитие личности не может речь. Поэтому эта тема вообще, она закрыта, то есть не нужно ее даже поднимать, потому что это не должно, мы не должны обсуждать в плане воспитания. Не нужно рассказывать про презервативы в школах. Совершенно это убивает сознание детей. А если это уже происходит, что делать? Если вот, допустим, 18-летний добирается жениться, кричит, я женюсь. И что с ним делать? Ну это не первый раз. Делать то, что у него неправильное воспитание, у него было получено. У меня есть эти 18-летние? А что теперь делать? Уже женится. Женится. Вот это вот начнется. Ну то есть иное воспитание не умеет. Жизнь будет воспитывать. Вот сейчас тут. Надо всегда быть наблюдателем, потому что как мы можем воспитывать ребенка? Мы должны наблюдать за ним. Природу, чтобы понять, ребенка должен наблюдать. То есть все из наблюдения, и наблюдатель должен быть опытный. Хотя, в принципе, каждый человек может наблюдать, но тем не менее. Наблюдатель должен быть опытный, и мало того, потом нужно пробовать. Если вы что-то пронаблюдали, и подумали, что да, это так, то можно это попробовать. Например, один мальчик мне сказал, что он будет военным моряком. Я ему сказал, что у меня один знакомый корабль купил в Сурцию, плавает, ходит в Сурцию по Черному морю и торговый судно возит товар. Вот говорю, ты должен сесть, я договорюсь, что ты будешь помещен на этот корабль самым низко оплачиваемым, вообще без заработка даже, да, юнгой, который будет там мыть котлы и отбирать все. И сходишь туда по морю, поймешь, что такое качка, и обратно уже вкручишься после этого. Если ты, сойдя на берег, ты мне скажешь, я хочу быть военным моряком, то я тебе поверю. Ну, например. То есть нужно еще и попробовать, кроме того, чтобы чего-то пронаблюдали, какие-то признаки. Один сказал, я хочу быть врачом, я сказал, каким? Я подумал. Говорит, что вы имеете в виду, я хочу быть врачом. Я говорю, ну ты ухо-кровонос хочешь быть, или кто? Благопедом может быть? Может, кирургом может быть? О, другом. Я говорю, ты кровь живую, видел хоть раз? Нет. Я говорю, пойдешь на операционный стол, заглядишь туда в операционную, если ты там примешь участие, или там постоишь, и тебя не затошнит после того, что там происходит, то может быть, мы этот вопрос рассмотрим. Ну и так далее. То есть это примеры, господи, какие-то привозили. Это вы спросили относительно природы, то есть его будущей профессии, там, чем он будет заниматься, предназначением человека. Социальные педагоги по образованию, как раз это основная задача, чтобы дети, которые выходят со школы, вот им, допустим, 17-18 лет, вы у них спрашиваете, кем ты будешь? И он точно говорит, я буду тем-то, тем-то, я сейчас делаю вот это, и то-то, и то-то. Все. Он все это видит. Современные дети, когда они спрашивают, кем ты будешь после школы, ничего говорят? Менеджеры, куда мамы, все менеджеры, все менеджеры, все менеджеры? Я думал, все юристы. Да, надо на подоле жить. Да, надо на подоле жить. Вот, дорогие друзья, поэтому мы на этом остановимся, мы замечательно на этом зоноте. Вот, чтобы нам, все равно, потому что придется остановиться, я пожелаю, что поскольку вы очень такие заинтересованные люди, очень пытливые, чтобы вы продолжали этим заниматься. И то, что вы узнаете, можете рассказывать другим. Потому что это знание сейчас, время невежества, то есть люди ничего не знают, а по понятным причинам. Если вы какое-то знание получаете, может делиться и другими. И тогда, когда вы другим рассказываете об этом, они могут постепенно задумываться над этим вопросом. Может, им даже это близко, что-то, или начнут вас расспрашивать и так далее, и тогда это знание будет работать. И, конечно же, что-то применяйте в своей жизни, ибо если это будет просто оставаться теорией, то нет особого никакого толка. Старайтесь это все применять, чтобы это знание было практичным. Поэтому я желаю вам всех благ и того, чтобы вы продолжали заниматься на сей знанием. Спасибо. Пожалуйста, давайте вы еще раз поаплодируете. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, что вы сегодня здесь к нам пришли, и что мы хотим сказать. Вот эта вот лекция про детей, она вообще, у Владимира Андреевича она в три лекции. И сейчас ее Дмитрий Анатольевич выставил в интернете на Яндексе. Если кто-то заинтересовался и хочет посмотреть это, вы к нему подойдите, и он вам даст ссылочку, где полностью выставлены лекции, то, что сегодня говорил Владимир Андреевич. Ну, мы, конечно, вам в очередной раз говорим о том, что нашим офицам окупаемым, мы за один из этого зала должны платить. Поэтому, если у кого есть возможность, пожалуйста, студенты пенсионеры, есть, работающие 50. И еще я хотела вам сказать, что у нас в город пришел такой комплект из двух дисков. Они у нас там минимальная цена по городу 70 рублей. Законы счастливой жизни. Их не было. Здесь на одной стороне полностью есть Палюта Геннадьевича Пастунова, Законы счастливой жизни. Поэтому, в твоем роде, я знаю, что приходите к нему на лекции. Если есть у кого-то основные, пожалуйста, можете не прочитать. Спасибо большое. В следующую пятницу будет читатель Александр Иберевич. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.